И вдруг у нас появляется разведка немецкая на лошадях, а мы в окно, у нас хата посередине была, в окно, значит, наблюдаем, так, чтобы и зашел, не видно, что было, да? И когда они уже стали проезжать в нашу хату, и кто-то по ним постерчил, наверное, из автомата. И они сразу сорвались и ускакали, часов пять, темно, обстреляли из миномета в хутор, никто не отозвался. И они тогда пошли, вот, факелы в руки из двух концов, с одной стороны и с другой стороны. Мы жили хаты, хаты, покрытые соломой. Кто мальчишке убежал, и старики попрятались, те остались живы. А кто не успел спрятаться, мальчишек забрали и дедушек забрали. Вот мы его дядю забрали, Кузьму Игнатьевича. И потом, когда этих немцев, которые нас жили, взяли в плен, их очень много было, да? Вели наши солдаты через нашу сгоревшую деревню. Там мы бросали камнями, и чем только мы в них не бросали. А наших мужчин и мальчиков нету. Стали их искать. Где? Там недалеко от нас километра два с половиной три. Село Коробкиное. И от Коробкиного, там в стороночке, овраг. И над этим оврагом вьются вороны. Пошли туда. Они все там лежат расстрелянные, разрывными пулями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова